Привет, друзья, товарищи! Канал Покемоша Лайф. Без долгих предисловий, очередная модель, которой нас порадовала компания Мэдди Миво и очередной легендарный локомотив. Тепловоз Степ-10, машина прямиком из 60-х. На станцию Саратов-1 пришли новые тепловозы. Теп-10 имеет большие преимущества перед другими сериями тепловозов. Некоторое время назад Мэдди Миво выпустили в свет такие звезды, как Вэл-60К, ЧМЭ-3, ЧС-4Т и та же Париковая. А сейчас второй тепловоз от них, Теп-10, и мы располагаем специальной коробочкой, которая нуждается в анбоксинге. Тарам! Тарам! Вот она, знаменитая коробочка от Мэдди Миво, которую мы сейчас должны с вами распаковать. Немножко спойлер. Электровоза ВЛ-22М. ВЛ-22М. Вот такая будет следующая машина. Ладно, этот спойлер вы не смотрите. А здесь? А здесь? Теп-10. Нифига себе, пельмешки. Смотрите, ребята. Теп-10. Тут просто бумажка уже там дальше. Хорошо упаковали, кстати. И сам журнал. Мощность дизеля его составляет 3000 лошадиных сил, скорость до 140 км в час. Эта скорость равна скорости самолета Як-12. Ну вот, все подготовили и даже немножко поменяли столик. И как во всех предыдущих выпусках, мы имеем журнал и сам локомотив. По традиции начнем с журнала. Вот он, наш герой. Журнал нашего поезда. Номер 5. Теп-10. 314. Издательский дом Мадемио. Ну что, зеленый, машинка. За тепловозом почтово-бумажный вагон едет. Машинист он в кабине, а помощника не видать. Рисунок, кстати, красивый. Локомотивы новой эпохи. Легендарная стрела. Два здания. Три раздела. Теп-10. Теп-279. Какой-то он уже уставший здесь. Появление таких машин явило собой новую эпоху жизни людей. Но это как про ЧС-4Т. Там тоже было все классно. Вот она, видишь, локомотивы новой эпохи. 291-й тепловозик. Тоже с почтово-бумажным вагоном. Да, сейчас сохранилось несколько музейных и запасных тепловозов. Или запасных. Однако у эксплуатации не имеется ни одного. Ну, массовые внедрения, крупнейшие инновации, семейство Теп-10. Путь к решению. А тут уже красненький Мором. Кстати, Мором, ТЧ Мором, это последний депо, где работали Теп-10. А работали они до 2006 года. Противоречивая конструкция. Год создания 60-й. Скорость, мощность. Ну, здесь характеристики, как обычно, технические. Вот она, мурманская машина. А здесь, наверное, тоже мурманская. С почтовыми. Нет, уже пассажирские вагоны сразу. Вот она. Большая картинка на развороте. Фирменная штука от Мадимео. А тут еще должна быть эта открытка. А вот она. Сейчас открытку глянем. Вот пока сюда ее положу. Ну что, та же самая картинка. Только, видите, здесь немножко ее срезали. А здесь вот видно. Это вообще багажный вагон. А за ним пассажирский. И все такое древнее. Это надо в рамку и ламинировать. Будет вообще топчик. Красота. Кстати, вот интересная деталь. Я не знаю других тепловозов. Только знаю про Теп-10. Что у них рука в тормозном магистрале была не слева, а справа. И помощнику приходилось вот так вот перейти через автосцепку там перелезать. В общем, было неудобно. А теперь открытка. Вау. Вот открытки вообще зачетные. У них вот, видите, такое под старину сделано. Как бы со следами эксплуатации. Смотрите, как красиво. Объем такой. Теп-10. Ну и здесь можно отправлять ее адресату. Только наклеить марку. Настоящее произведение искусства, как по мне. Классно. Идем дальше. Легендарные стрела. Да, Теп-10 это тепловоз. Один из немногих, который имел собственные названия. Видите, стрела. Самые первые машины поступили на Октябрьскую дорогу. В депо Ленинград-Пассажирский-Московский. Это ТЧ-8, там ЧС-2Т катается. Ну, всякие двухсотки, шестерки. Термоядерный Змей Горыныч. Фига себе. Это вот, наверное, одна из последних машин, которая работала еще в 2006 году. Что, Владимир, что ли? Точно, Владимир, смотрите. О, Горьковская дорога. Материал кирпич. 191 километр, да. Здорово, смотрите, Владимир даже сделали. А здесь в ангой заметка от товарища Вульфова. Точно, Алексей Вульфов, видите. Московский Нижегородск. Вот он, Владимир. То есть, тут коррелируется заметка Вульфова и та заметка предыдущая. Здесь немножко реклама от Мадимева. Можно ведь оформить подписку сразу на все издания. На все 50 выпусков. И там будут бонусы в виде рельсов, подстаканник, бесплатная доставка и должна быть еще по подписке меньше стоимость одного журнала. И вот он, следующий электровоз, который будет от Мадимева легендарнейший ВЛ-22М. В ближайшее время все тепловозы пассажирского парка будут заменены на новую серию тепловозов ТЭП-10. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к гвоздю нашей программы. Мотели тепловоза ТЭП-10 от Мадимева. Такая плотная коробочка-блистер. Все нормально. Ну что, друзья мои, вот она в наших руках. В наших руках. Крики вперед. Он, знаете, тяжеленький такой. То есть, впечатление, что вот это обмоторенная модель. Но здесь, наверное, металлическая рама. Давайте сейчас так посмотрим. В общем, первое впечатление. Прям вот такой, знаешь, солидный производит он тепловоз. Давайте начнем, пожалуй, осмотр нашего героя. Вот такая крыша. Особенность ТЭП-10. Наличие на крыше главных воздушных резервуаров. Как на ВЛ-80. Прожектор. Как обычно, световые приборы от Мадимева очень качественно сделаны. То есть, имеется стеклышко, там имитация лампочки. Даже, видите, они сделали такую окантовочку, ободок желтенький. Тифон. Надо будет капнуть черной краской, чтобы была имитация глубины. И дальше холодильники. Одной деталью сделано вместе с крышей. Но смотрится качественно. Лесенка, он тут жарится холодильников. Вот эти люки, значит, откидывались сюда. И вот эти секции холодильника уже можно было вытаскивать сверху. Топчик. Козырьки. И вот такие здесь. Выпускные трубы. А резервуары главные, ребята, отдельной деталью. Трубопроводы тоже отдельной деталью. Вот он идет, идет. К резервуару здесь вот сюда, сюда. И вот уходит сюда. Или наоборот, отсюда идет туда. Короче, от компрессоров питательную магистраль. Дефлектор тоже отдельной деталью сделан. Вот он, до вентиляции. Дефлектор этот. Классно, что все вот эти съемные люки, видите, не то, что только ребра жесткости, а сымитировались вот эти вот шпильки, которыми они крепятся к крыше. Это вот первая кабина тепловозов. А это вторая, задняя кабина. По рассказам, бригады стремились всегда кататься из передней кабины. И даже в некоторых депо, там, где была возможность при смене направления развернуть тепловоз, стремились поставить его управлением из передней кабины. Потому что из второй кабины было ехать некомфортно. Вот эти жалюзи забора воздуха, когда открывались, закрывались, они хлопали. Плюс еще колеса вентиляторные крутились шумом. И здесь было гораздо шумнее. Вообще, на этих тепловозах было очень плохо со звукоизоляцией. Не так, конечно, как на АТГ-102, но тоже плохо. Грохот стоял, шум. Плюс кабинка была очень тесная. Кстати, что там по кабинке? О, я вижу контроллер машиниста. Смотрите, там сидухи имеются. Да, и имитация пульта управления. А так, кабины были довольно неудобные. По сравнению даже с ТЭП-60, а уж тем более с ТЭП-70. Дверь была в кабину одна. И причем вела она непосредственно в саму кабину. Видите, со стороны помощника. Вот так вот поднимались, открывали дверцу. И по рассказам надо было еще откинуть стульчик у помощника и потом только заходить. У некоторых может возникнуть вопрос, а почему же с этой стороны имеются поручни и подножки, если двери-то нет. Это для составителя. Когда, допустим, идутся манеровые передвижения какие-то, и тепловоз холодный, и толкает другим тепловозом, составитель на хвосте мог залезать сюда, держаться за порочной. И вот так вот, пройдя связи, там машинисту того тепловоза, манерово говорить. Сколько там еще до сцепления осталось метров? Давайте вперед посмотрим машины. Вот действительно стильные тепловозы. Как по нам, если сравнивать ТЭП-70Б с ТЭП-10, так ТЭП-10 будет значительно красивее. Здесь вот написано только ТЭП-10, никакого номера нет. Окей, стеклышки, как обычно, отдельной деталью тоже вставляются сюда, с окантовкой. Дворники. Здесь вот, видишь, написали, стрела, лейбл, завод транспортного машиностроения, это харьковские машины. Здесь вот даже поручни желтым покрасили. Плюс имелись розетки межтепловозного соединения, вот эти вот лючки для песочниц, для засыпки песка. Буферные фонари, конечно, тоже красавцы, с такими окантовочками, отдельной деталью, видите, стеклышки вставлены. Плюс вот эта красная сигнальная полоса. И путь очиститель. Вот как по нам, путь очиститель немножко уж какой-то громоздкий, тяжеловесный. Но, тем не менее, он очень стильный. Выступает так вперед, видите, прорези. Здесь, вон, сымитировали, ребята, от Мадимева подножки, чтобы подниматься сюда. Даже эти ребра, видите, они, смотрите, с отверстием. То есть не просто отлились заодно с кузовом, а вон там щель видно. И здесь тоже отдельная деталью вставлена. И вот рукав тормозной магистрали. Я сначала думал, что, ну, как так вот, питательный есть, тормозной нет. Оказывается, нет, это действительно у них была тормозная справа, получается, по ходу движения. Нет, попереду вообще все топчик. Поручни тоже отдельные детали, они хромированные. Причем с таким, видите, набалдашниками даже сделано. Набалдашники. Подножку я бы покрасил бы в черный. Но это самому сделал две минуты. А так тоже, ну, видите, вставная отдельная деталь у парованы имеется. Вон они, парованы. По рассказам, машина была достаточно тесная не только в кабине, но и в машинном отделении. Но светлые, за счет того, что эти иллюминаторы были очень большими. И площадь остекления, соответственно, тоже была большая. Интересно, что первые тепловозы серии ТЭП-10 назывались вовсе не ТЭП-10, а Т-11. А ведут они свое родословное от тепловозов ТЭП-10, грузовых машин односекционных. И фактически, отличие от грузовой машины заключались только в том, что изменили передаточные числа. Были 4,5, стали 3,15. Соответственно, машина стала более скоростной, менее тяговитой. Уменьшили объем топливного бака с 6,5 тонн до 5 тонн. И поставили электропневматические тормоза. Машина стала называться уже ТЭП-10 пассажирская. И фактически, она была прямым конкурентом тепловозу ТЭП-60 в тот момент. Потому что также с 60-го года стали упускаться тепловозы ТЭП-60 Коломенского завода. И вроде как, по всем параметрам ТЭП-60 считается лучше. Но не совсем так. Для полновесных пассажирских поездов с частыми остановками, разгонами и так далее, ТЭП-10 были предпочтительнее. Хотя ТЭП-60 все-таки были комфортнее. Плюс дизель. Здесь состоит дизель 10Д-100 многострадальный. А там же машина Коломенского завода, другие дизеля Д-45. Интересно, кстати, что на первых тепловозах ТЭП-10 дизеля были 9Д-100. Ну что ж, по кузову нареканий никаких нет. Давайте посмотрим ходовку нашего героя. Эти тележки унифицированные с тележками тепловозов ТЭП-3, ТЭП-2, ну и так далее. Колеса на этих машинах цельнокатанные. Итак, ходовка. Один тормозный цилиндр на сторону. Рессоры, челюстные телеги, видите. Видите, балансиры показаны, вон все болты крепления балансиров, пружинные комплекты, кронштейны тут тоже. Вот эта тележка вообще топчик, потому что она подходит, я говорю, на разные тепловозы. Фактически была унифицированной. И можно делать всякие конверсии. Вон, видите, цилиндр тормозной, да? И от него, соответственно, шток, и вон там уходит туда тормозная речерная передача, показано. Здорово, ребята, заморочились. Ну, ходовка вообще у Мадимеева отличная. Они разбираются тележками, видите, два саморезика стоят. Классно, что колесные пары в этот раз, видите, покрашены серебряночкой. Также имеются катушки LSN. О, смотрите, какая фича. Ну, автосцепки тоже у Мадимеева очень правдоподобные. Они не функциональны, но они копийны. И вот, видите, здесь она закреплена на винтике. И она так может ходить туда-сюда, двигаться, перемещаться. Здорово, слушай. В принципе, если поставить необходимые декали, то машину вообще не отличишь от какой-то ходовой дорогой модели. Это позволит нашему локомотивному депо обеспечивать вождение пассажирских поездов строго по графику. А сейчас давайте поставим наш тепловоз на рельсы от Мадимеева. Проверим его ездовые качества. Так, берем тепловоз и на рельсы. О, поставили. Ага, все, стоит на рельсах всеми колесными парами. Так, кладем. Вот так он смотрится. Так, смотрите, скользит, едет. Прикольно. На рельсах, конечно, машина смотрится еще круче. А если взять рельсы от какого-нибудь Пику там или еще что-то такое, вообще будет топчик. Друзья, товарищи, вы просмотрели пятую серию похождения модели легендарных локомотивов от Мадимеева. Что вы думаете об этом тепловозе и порадовал ли он вас? Напишите хоть в комментах, прям не знаю. А мы благодарим вас, что посмотрели ролик. Благодарим Мадимеев, что делают такие клевые модели в правильном 87 масштабе и все такое. Ну там лайки, дизы, подписки, колокола. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео. Стойте, стойте. Еще небольшой, небольшой анонс. Новый ролик будет из серии... Ну, в общем, какой-то новый формат. Все, до свидания. Пока. Пока.